Так, я сразу продолжаю. Там, где остановился. И сегодня мы поговорим о... Как это называется там? О супервайзерах. О супервайзерах. Но перед тем, как о них говорить, хочу еще сказать, что вот наши джинсерверы, они, скажем так, существуют в виничном экземпляре. А иногда вам удобнее было бы создать, скажем так, инструмент, с помощью которого вы распределяете свою работу. То есть у вас есть, скажем, некая точка маршрутизатора, который подсоединяется одинаковые-одинаковые воркеры. Вывод, эта точка маршрутизатора, она просто переспределяет работу, а воркеры их объединяя, обрабатывают каким-то образом полученную работу. И одна из реализаций, это у нас есть такой инструмент, как пул-пол. Пул-пол. Может его как-нибудь... И там тоже посмотрим. Но, в принципе, особо смысла я не вижу. Здесь больших проблем возникнуть не должно. Ладно. Давайте поговорим все же о супервайзерах. Значит, супервайзеры я буду вот так же исследовать, так же исследовать, как и дженсерверы. То есть так, что видео будет, вероятно, тоже долгим. Значит так. Смотрите, вот у нас... Мы уже смотрели, как соотносятся у нас в Фениксе процессы и супервайзеры. То есть у нас там был модуль, в котором запускалось, скажем, предложение, и в этом модуле был прописан супервайзер. Супервайзер. Вот таким вот образом примерно было. И мы сделаем нечто похожее. Мы разберем только обычный супервайзер. Динамически трогать не буду. Динамически это... Вы детей генерируете, ну, каким-то образом. А тут мы один раз передали, и все. Значит так. Давайте создадим, значит, приложение. Приложение. Вот у меня есть уже otp.me И, допустим, run. В нем будет метод run, который у меня запустит вот этого... вот этого сервера. Хотя давайте я скопирую просто. Так. Отлично. То есть, первое, что мы должны сделать, мы должны определить детей, определить детей, которые у нас запускаются. которые у нас запускаются. Кстати, я еще хочу начальное состояние передать. Так. Так. Старт. Давайте посмотрим, что и что. Так. Старт. Линк. Children's Strategy 1-4-1. То есть, это когда у нас... Здесь же у нас может быть множество детей. Колбэкки, дети, авто. Так. Колбэкки, дети, авто. Это... Делитчайл, дэнит. Ага. Экзапу. Название и hello. Стратеджи. Макси, старт. То есть, дополнительные параметры, которые вы хотите при перезагрузке. Когда у вас будет чайлд перезапускаться. Давайте какой-нибудь простой вариант, сужда, я хочу написать. Я хочу растягивать на это все дело. Так. Мне нужно передать айдейшник. Айди. Не совсем понял, почему я должен вот так, таким образом передавать. Старт линк. Hello. Hello. Это... Давайте. Здесь будет... Лип. Это параметры мы сюда передаем. Это понятно. Здесь... Books. Здесь я передам... Дестайк из Ачайл. Стартед. Видео. Старт линк. Мне просто непонятно, почему здесь... А, здесь передается как мапа. То есть... А, понял. То есть у нас передается как мапа. То есть... Ладно. Допустим, айди. Почему айди такой там выбрали? Ладно. То есть каким образом параметры и имя модуля. Получается так. Ну и собственно все. Все очень просто. А, вот это я могу удалить. А, ладно. Это я... Так. Супервайзер. Так, вот здесь мне вернется пит. Давайте я его... Чтобы у меня функция вот здесь возвращалась. И затем, чтобы я мог спросить. Давайте запустим. В принципе, у меня все готово. Здесь нет отдельного модуля, с помощью которого мы описываем. Нет. Мы просто в каком... Выделяем отдельно, отдельно какой-нибудь модуль, в котором мы обозначаем отношения. Обозначаем отношения между супервайзером и непосредственно воркерами. Итак, давайте я снова запущу. Вот так оболочку. И сейчас я, значит, запущу. Вот так. Вот так. Давайте я еще явно здесь напишу. У меня модуль называется OTP, 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 OTP. OTP, OTP, OTP и в нем есть функция RUN, которая никаких параметров не принимает. Так, ух ты, какая ошибка. StartLink, BoxStartLink. Ясно. Значит, это у нас... Мы должны определить функцию, с помощью которой мы запускаем непосредственно. А мы запускаем с помощью RUN. Окей. Давайте повторим процесс. Так. Отлично. Вот теперь я все заработала. То есть, имя модуля, имя функции, с помощью которой мы запускаем, и список параметров. Как мы видим, этот человек у нас работает. Этот человек у нас работает. Давайте я теперь запущу Observer. 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 Так. Нет, я хочу снова все убить. Я неправильно опять сделал. Ммм. Я не связал. Я не связал. Вот. Значит так. Supervisor. Супер. Отлично. Вот теперь я могу, собственно, спросить количество детей. Supervisor. SV. И, как мы видим, смотрите, один активный. Spec не знаю. Supervisor. Нет. И Worker один. То есть, я могу наблюдать не только за Supervisor, но и за Supervisor. О, не только за Worker, но и за Supervisor. Вот таким образом мы, значит, строим. Теперь давайте. Я все же хотел убить и продемонстрировать, что у меня все работает. Observer. Start. То есть, я хочу убить именно из-за болочки. Из-за болочки. Окей. Так, где у меня название функции? Вот Box. Вот мой Box. Kill Process. И, как мы видим, смотрите, снова появилось. И просто с другим ID-шником. Я могу еще раз убить. Но он у меня живой. Снова. И по другим видам. Другим процессом-идентификатором. И, как мы видим, поскольку он был перезапущен, перезапущен, по сути дела. Там еще сбрасывается состояние. Это очень важно. То есть, когда вы перезапускаете, вы должны будете подумать о том, каким образом организовать состояние. Ну, это вот такой вот простой вариант. Простой вариант. Так. Ну, и есть множество Children's Pack. А, это значит, спецификация. Так, с этого у нас каким образом мы передаем описание тех воркеров, над которыми мы наблюдаем. Здесь, смотрите, что вот таким образом у нас возможны ошибки, да? И поэтому есть у нас более... Более короткая версия. Но нам нужно, вероятно, будет иметь метод StartLink в этом. Не Run, который мы определили, а именно StartLink. StartLink. То есть, интерфейсная функция. Так. Ладно, я еще хотел сказать следующее. У нас существуют разные стратегии. У нас существуют разные стратегии по каким образом мы восстанавливаем детей. Вернее, тех, над кем мы наблюдаем. One for one. Самая такая, наверное, популярная. One for all. То есть, если один из тех наблюдаемых акторов упал, то мы перезапускаем все. Также мы можем, смотрите, max restart. То есть, максимальное количество рестартов, которое позволено сделать. Default not 3. А, не, здесь, а, значит, здесь, hmm, default not 3. Давайте я еще раз убью. Максимальный фрейм, which matters are supplies. И это количество секунд. Вот наша стратегия. Rest for one. Если ребёнок остановлен, терминирует же ребёнок процесс and rest of the children started after it. After it terminated and restarted. Ладно, то есть есть разные эти, как и называются. А у нас возможные, возможные случаи. О, здесь есть restarted strategy, supervisor, delete. Давайте child id. Child id, child id у нас, ну-ка интересно это можно, child id это у нас box. Значит так, supervisor, restart, slr, то есть наш supervisor и так что ли, немного странно. Ошибка он, он уже запущен. Так. Ага, ну давайте я сделаю terminate child. Окей. А если сейчас restarted? Вот, появился. Ладно. То есть это некое ручное управление получается. некое ручное управление. Ну, пожалуй, до этого я закончу. Итак, в такой ленивой позе всё это делаю. Видео растягивается. Ладно. Вот такой у нас есть механизм, как мы можем наблюдать. То есть по сути дела, по сути дела, мы будем заниматься, вот, строить некие деревья. Сверху у нас будут супервайзеры, а снизу у нас будут воркеры. То есть те, те элементы, которые непосредственно, непосредственно у нас ответственны за работу. Под супервайзерами мы можем не только джин-серверы, я напомню, не только джин-серверы запихнуть. Мы можем запихнуть туда и, я имею в виду, наблюдать. Мы можем наблюдать и за агентами, и за тасками. Вот, например. А вот, агент супервайзер. То есть просто имя модуля и здесь параметр, параметр передавался. И потом мы просто воспользовались супервайзером, старт линк. Старт линк и... То есть мы отдельно, обычно, значит, этот, как его, специальный модуль, вот как, вот, по джин-серверу, мы супервайзером не создаём. Мы просто в каком-то месте, вот, определяем детей, передаём детей. Передаём, ой, детей. Ну и поведение здесь будет точно такое же. То есть будет сбрасываться счётчик здесь. То есть когда рестарт, рестарт. И точно так же можно сделать и с тасками. Супервайзер. Вот. Супервайзер. Опять модуль и параметры. И какая стратегия. То есть, в принципе, ну, не так уж и сложно. Не правда ли? И это, скажем, вот некая база, некая основа, которую необходимо знать. Пожалуй, я на этом закруглюсь и закруглюсь. Изучаем Phoenix, изучаем OTP. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok